Итак, всем привет, с вами Яха, и вы смотрите 11-ю часть видеопрохождения на покемоны Эшгрэй. Итак, я не снимала 2 дня, 30-31, кстати, у меня теперь новые наушники, поэтому возможно сейчас качество звука, извините, в худшую сторону, может быть и в лучшую, я еще не знаю, не проверяла. Итак, у меня сейчас все 6 покемонов 45-го левела, и в прошлом выпуске мы пришли в Дарк Сити. Так, тут мы подходим к какому-то пацану, его мама прибегает и его выбирает. Закрыта дверь, а тут? Тут тоже закрыта дверь. А тут? Эй, почему все двери закрыты, нечестно. А, тут хоть один дом-то. О, нормально. Ты покемон-тренер? Пожалуй, типа, попытаюсь защитить людей из города. А, нет, то, что люди из города защищаются, его конец покемон-тренера. В Дарк Сити есть 2 гем-покемонов, Язгин и Казгин. Эти два гем-покемонов ведут Кангвор какой-то, я не знаю, как-то является войну, в общем, между собой. И какой из них станет официальным, ДОТУВИД станет официальным гем-покемонов. О, тут Команды-Р появляются. У них старый добрый Эрбак и Визинг. О, кстати, Крут с первого раза попал. Мне, правда, все равно все не снесло хп, ну ладно, все равно нормально. Что опять у меня ноутбук немного пошатывается. Визинг. Ну, против Визинга я использую, пожалуй, его Чермандер. Кстати, Чермандер, по-моему, в этом выпуске у меня уже эволюционирует. По-моему, по-моему, потому что в этом выпуске я пытаюсь купить сюжетку, у которого он эволюционирует, чем миллионы. С реальной неохотой я это сделаю, потому что, как бы, при эволюции он полностью перестанет меня слушать, а мне это, как бы, не надо. Так, Команда-Рокет улетает. А, блин. Зря я Чермандера, конечно, вызвал использовать. Хочу, одним франдером вырубил бы этого Визинга, и все. Ой, кстати, ну, наушники, смыряли фигуры, крутые, потому что я теперь себя могу слушать нормально. Я с Гим. Первый раз Пикачу. Что, идем? Реально, может, как Гиме. Ну, это неофициальный Гим, слушай, поэтому злочок нам тут не дадут. Типа, ты никогда не сможешь победить гейм-лидера Казгима. Что, ты ухожешь влезь мне вызов. Ты никогда не победишь меня. Тут, ну, слушай, да я его в легкую делаю. У меня Пикачуф 3 имеет равное преимущество перед Сайтером, потому что у него электрический тип эффективен против жутчего, плюс против летающего, плюс стандартный урон. Я в три раза больше наношу. Так, манки, бойцовский тип. Подармолнией. Нормально сношу, слушайте, мне нравится. Мочоук. Ну да, бойцовский тип тоже, но достаточно мощный. Не, ХП у него не так-то много. У меня вот, например, в Ливгрине был мочоук. Я его накачал до 60-го левела, и с помощью нехитрого технологии Майбоя трейднул его самому себе, и он мне стал мочем. Так, извините, мне там голоса на заднем плане, родители и брат. Извините, вчера я даже в группе не поздравил никого с Новым Годом наступающим, но, в общем-то, извините, тупо забыл, банально. И оно такое происходит? Ой, господи, ну надоели, честное слово. Я просто... Продолжаю. Идем теперь в КАСГЕМ. Так, Пикачу у меня на 46-м левеле, я теперь могу давать Экспишейр смело нашему любимому Маку. А, кстати, Снорлакс я решил не тренировать, я его вообще не буду тренировать до Оранжевой Лиги, потому что его не использовала я в Канте. Так, я являюсь лидером ЯСГЕМа. Ни один ребенок не смог, чтобы увидеть меня. Типа, если... Типа, докажи, не это. Так, о господи, 40-й левел, это нормально, так нормально. У меня его быстро вырубил, потому что меня Мак вообще офигенно выносит. Мак вообще, как и любой покемон, Симон Пойсон Тайп и достаточно мощен. Так, КАС лидер, это который слева, который блондин такой. Я, типа, моя команда невозможно победить. Тут КАС гейм лидер говорит то, именно мой гейм станет официальным геймом в Дарк Сити. И я с гейм лидера рает. Это его никогда не будет, типа... Так, ну, в общем, они тут орут на друг друга. Так, ну, пошли дальше. По-моему, если я не ошибаюсь, у ЯСГЕМ лидер, по-моему, был Магмор, а не Электобас. И все-таки Электобас. Да, Электобас, ведь Магмор был у этого. Все, они вернулись. Эта сестра Джоя оказалась сестра Джоя из официальной лиги покемонов. Она их разняла, и все, все нормально, все живы, здоровы. Так, нам дали колокольчик для повышения счастья покемона. Так, я дам его нашему любимому... Эээ... Сквирту, потому что Сквирту достаточно часто проигрывает из-за своих... из-за не очень большого количества хп. Вот те, кто жалуются, что, например, Бульбазавр мало хп, вообще у стартовиков на первой стадии эволюции мало хп, а вот вы сами подумайте и логически. Они первая стадия эволюции. Я всегда сашина качать, они будут даже превосходить по типу Василия других. Ой, господи. Цирк. Я помню эту серию. По-моему, не с Мистером Маймом серия там, где. Это серия с Экзегутором. Как раз в этой серии Чермандерра и Эволик Чермиллиона. А через... Так, а потом на следующей серии там будет пара... Куда я иду? Сюда. Извините, но вы не можете пройти. Это Мелвин. Так, ну типа... А, вот фокусик этот недобитый. Леди и джентльмены, спасибо то, что смотрите. Типа, ну, ну, реально. Ох. Итак, мой Экзегут типа сможет делать... Ну, короче, он... Пытается всем впарить то, что его Экзегут волчебный пакемол, хотя он реально мощнейший. Так, он... Нас загиблотизировали. Нам дают задание принести им Экзегутора. Так, где у нас тут? Кого надо заслать мне в ПК? Да, ну... Э-э-э... Блин. Прости, Мак. Что, будем сражаться и качать нашего Чармандерика? Ох, спасибо, реально помогает. Подошло. Чёрт, фаерспин. Давай, используйся. Ну, Рубит, конечно, достаточно много. Я с одной атаки его уделал, но... Опыта, знаете, мало. О, летающий тип. А, вот, походу, сейчас я буду с слабостью к огню, чтобы я их мог как бы подсказать. Идите подкачать своего Чармандера до Чармиллиона. Возможно, так и планировалось, а хотя я и не знаю, честно говоря. Я никогда вожгаю таких далеких моментов не доходил. Я, как вы уже, наверное, помните, я рассказывал то, что я, когда первый раз играл в Вэшгрей, я тупо застрял, не мог победить четвёртого психического гим-лидера. Собственно, я его в этот раз сложно зашли, чтобы я его буду победить. У меня, если бы не мой любимый, кто-то, сквиртал, его вырвел. Ух, кто. Я уже не помню. А, не, Пиджото. Если бы меня Пиджото, мой любимый, не вырвел в эту кадавру, я бы вообще не смогу победить, потому что сложно даже. Граймер. Ну, все, что я банально. О, все, Чермандер революционирует, не будет становить эволюцию. Все, Чермандер революционировал в Чермелеон, и теперь, а теперь вам покажу фокус, который сейчас нас перестанет слушаться. Все, видите, он спит. Он спит. Он заказывается слушать. Слушайся наш, Чермелеон. Слушайся, кому говорю. Сейчас пытаюсь с помощью чекпоинтов. Не, ну, видели? Чекпоинт поставил, он сразу нас заслушался. Тихо. 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 О, ну, видите, он чекпоинт, дополним, может слушать достаточно долго и не совсем честно, мне кажется, так сражаться. Но вообще, он достаточно сильный, Чермелеон есть, но здесь, конечно, такой. Вот я придерживаюсь из сюжета, а вот есть такие тренеры, игроки, которые в самом начале ему дают разбиться, и все. И, мол, развивается, а потом уже это их проблема. они тупо им должны ставить экспи шеер. Я сейчас тоже должен, вынужден ставить своему чермелеону экспи шеер, но на него он так стоит, чтобы он качался, потому что он меня вообще не слушает, а это его в битву прокачать вообще будет нереально. Граймер, сип-бомб. Блин, с парализованным бульбазалом сражаться, конечно, не айс. Блин, давай, давай, кому говорю, бей! Визинг! Попробую снова чермелеон. Старый добрый метод. Чекпоинты! О-о-о, слушай, ну нормально, вообще снес. Так, ну чермелеон, снимаю я с него. Я спи шеер, он и так может, в принципе, более-менее качаться, он, видите, слушает нормально, мне кажется, более-менее еще хоть как-то. Я же не такой лох, в конце концов, чтобы меня не слушал. Но у нас не будет слушать вообще до оранжевой лиги. Не до оранжевой лиги, а до оранжевых островов, там будет момент, когда мы будем сражаться с пацаном, у которого поли-рэд и поли-рэд заморозит через арт. Ну в общем, долгая история. А-а-а-а, блин. Если у меня раньше был чермандер, который мог электропокемонов выносить вообще за раз буквально, то сейчас это уже проблем еще, действительно. нормально. Так, я могу здесь покебол собрать. Что за нафиг? ОТМ Рейнданс. Блин, еще один тренер. Пикачу, выруби его. Молния. травяной тиф. Как не вовремя. Молния. Как вовремя. Пикачу, я конечно вообще мощнейший покемон. Конечно, не самый сильный, но все равно он ее достаточно мощный. бульвазаврный стейкдаун хочет выучить. Так, левер достаточно сложно. Лич си доставлю, рейзер ли, присед бомб. У си бомб мало пп, но атака и еще расплодание больше. Синтез я оставлю, потому что мне нужно будет хилиться достаточно часто. У меня рейзер ли. Тейкдаун достаточно нормальная атака, потому что просто у нас очень нормальная атака. Мне кажется, более-менее сойдет. и астралийсты заменить можно. Так, ой, не-не-не, бульвазаврный не смеет функционировать. Ай, тут тейк. Так, а кому дать? Ну, хотя бы нашему пиджиотику, который тоже должен, должно, точнее, не скоро он, кстати, должен функционировать. Блин, экзигута, нам уже на экзигута. О, лиственный камень. А что я туплю? Я ведь могу поймать экзигута, а потом его взять и, сломать лиственного камня, разбить в экзигутера. ммм, да, мне все равно развивать никого не нужно будет, да и вообще мне лисы на камень на, не нужен будет какой-то не знаю что, точнее, он мне не знает, что. Блин. так, ну, старый добрый чекпоинт 0, сейв, просто говоря, блин, ультрабол, так, ты еще ультрабол, чтобы не не славился. Нала экзигут. Так, нет, не буду давать ему никакой никнейм. И вот лифт стоун дает нашему экзигуту, все, неволит, нормально, у нас есть экзигутер, вообще отлично. Возвращаемся к этому гипнотизеру шарватану. ой, блин, только не это. Ну, че, все равно похивишь. У меня там есть ПК, а я с помощью ПК могу похивиться как? Да, ну, я не знаю, вы слышали, я пальцем шелфу. Вот, у меня пиджоты, которые используются сегодня. Че, я туплю, че, я туплю. Ну, хотя, это логичнее, чем 1 января. ПСОТЕР вошли. Это экзигутер, мы отдаем экзигутерам Мелвину, и он теперь с нами будет сражаться экзигутером и этим экзигутером. Давай! Блин, а, он повысил свою ата-защиту, но не спецзащиту. Ммм, чернили он, придется, придется. нет, 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 чермиллион, я не собираюсь с тобой сражаться. О, блин, мало, мало. Ну, видите, мне как он дозел. Ну, более-менее нормальный, сносят. вот, теперь наш экзекутор, который мы ему отдали 28-го левела. слава богу, он у нас печатся перфективно, все равно это нам поведить не помогло. Попробую парам башкой спиртла. Не люблю статусные атаки, вообще плохие статусы не люблю. О, разбегается, о, отлично. Вообще мощно бьет у нас, хорошо, поведили. А, он, по-моему, что-то дать должен. А, он софт войл, думаешь, нашел пикмону обучить. У нас никто выучить атаку не может. Вообще прикольная атака, хочу сказать. Хилищий прием достаточно мощный. так, ну все вроде. Покемоны похилены, спирт у нас держит экспиш, ой, у нас пиджиот держит экспиш эр. Да. Сколько съемка идет? У нас съемка идет всего 17 минут, она нормальная, идем дальше, еще успеем какой-нибудь сюжет, мне кажется, выполнить. Повыстрим у меня ускорение поставлю. Ого, о боже, экзегутор. Мне попадались только экзегут, ну или как-то уже пофигу. Так, дорога номер 12, ну что? А, это деревня с парасами, помню. Угу, пробегает эта мужика эти бабушки говорит то, что покемон тренер и типа она хочет, чтобы мы с ней сразили, потому что ее парас, ну вот ее парас, тут она стоит своим парасом. Парасы, мой покемон, и я хочу, чтобы он авиационировал парасекту очень быстро, потому что это будет не нужно, когда он авиационирует, из его гриба я смогу сделать зелье. Пожалуйста, сразись с ним, чтобы он авиационировал. 35-й элл, да я его делаю. Вообще, он слабый, как-то не знаю, Все, распугается и убегает. Ой, он походом из деревьев прячется. Вот здесь парас, он убегает. Ой, парас вернулся, и он авиационирует, и мы получаем большой гриб. Не знаю, зачем он нам дали зачем-то большой гриб. О, господи, опять эти битвы. Вот, вроде тренировки, как-то в фокемор, в игре, то нормально. Я сам добровольный, сражающий, использую, секер. Отпечет неохота к спиру. Последний фиру. Ну, последнюю, попробуй, дабыл эйч, нет, пиджи, от нас, сомнитель, недавно выучил, может, вы вот 5 назад. Так, опять пиджи. И вот так. Оп, пиджиот на 46. Маг. Маг, маг, маг. Так, расплющиваешься. Нормально. Пиджиота не эволюционирует. Даем XP-Share нашему маку, который реально сильный сейчас. Болгем. Водный тип нормальный, водный тип сильный. Я задаю блин, блин, играл на вопрос, был в одном типе. Правда, я ему еще понял, что у него еще дополнительный ледяной. Так, а что еще за городишко? А, ты городишко неспящих фугов, все людей из жиглипафов. Жиглипафы, точнее. Тут люди, которые не могут заснуть из-за того, что у них казино есть. Он помнит эту серию. А, он в серже не прибежал и объяснил то, что нельзя так делать. Ой, каньон этот. Ой, гарри. Что мы нашли? Точнее, что мы дали. А, кирку. Понятно, вот тут... А, ну, эта серия сикаменелась, там где еще Галина, где-то. Пойдет, окаменела. Путь его, ну, помню, помню. Так, ну я, наверное, не буду на этом закончить, собственно, сию. Тут сейчас бой закончен, но кратко в этой серии мы тут прошли цирка. Что еще? Там, где город Сияс и Касгимани. И вот сейчас пришли в Грэм по каньон, где тут его отменялость. Да, вспомнил. В общем-то, кратко. Тут разница какая-то по серии получилась. Ничего мы не нашли. Ну, в общем... Выпуск, как бы, закончить, лучше закончить этот битву, тут не реально выстроить. Да, еще как-нибудь. Так, сейчас Квиртл. Лучка зелееей. Лучка зелееей. И еще раз ручку зелее. Все нормально. Выстроили. Все, в общем-то, серия закончена. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в следующем выпуске, который будет, скорее всего, завтра.